Приветствую всех! Вот смотрите-ка, меняли бочонок автоматического стравливания воздуха, аналог крана Маевского с модным автоматическим поднятием поплавка и стравливанием через систему. Перестал работать буквально через месяц работы. Значит, вскрыли. Италия, все как надо, стоит там сейчас по новым ценам по 1000 рублей почти. Не за 300, а не за 200 брали, по 1000, чтобы подороже все было. Поработал порядка месяца. Вот смотрите-ка, какое качество материала полипропилена, который используется, низкого давления. Треснул. Никто его не бил, ни молотком, ни че. Просто в этом месте, как кариес его сожрал, вот что значит непромытые трубы, либо ряд факторов. Здесь был залит синтетический материал у заказчика в системе. Какой четко не произносишь, там этиленгликоль и так далее, пока непонятно. Поднимли, под его ли влиянием, либо еще под какими-то, либо такое сейчас качество продукции. Вот. Клапан перестал работать. И, соответственно, завоздушилась система, перегорели тены. Самое интересное, все же на автоматике, все же доверяем, чем дороже, тем лучше, да? Перегорели тены на котле, котел бы электрический. И вот такого рода мы приехали, посмотрели, в чем проблематика. Естественно, заклинил насос, начала, отрубилась автоматика перегрузки фазы. Вот, приехали, посмотрели. И вот кто бы мог подумать, что вот из-за такого, елки-палки, фигни, заказчик налип на сумму, ну, по нашей работе, порядка 30 тысяч рублей, потому что замена насосов, снятие установки электрического котла. Ну и сами материалы, сами понимаете, наверное, тоже тысяч там на 30, на 40 будет стоить. Плюс еще автоматика погорела, как таковая. Вот так-то. Вот что значит клапан итальянский, made in Italy, который сделан непонятно кем, по всей видимости из Италии он уже не поставляется, а где-нибудь лепится в Люблино на рынке садовод. КОНЕЦ